... с докладом «Перспективы развития единого образовательного пространства». Мы транслируем, да? С переводом, да, Ларис? Здравствуйте, дорогие друзья, профессоры, уважаемые гости. Я буду говорить на английском языке, потому что вот доклад писан на английском. В последние годы в Италии и в других странах Стефано Кабелло анализирует образовательные процессы. И особенно классное пространство, то есть пространство класса, поскольку оно играет очень важную роль в образовательном процессе. Основываясь на теориях Монтессори и Выгодского, автор исследует, анализирует то, что предлагается в их теориях. В Италии особенно популярна становится образовательная модель «Школа без портфеля или без рюкзака». Это, конечно, метафорическое выражение «Школа без рюкзака». Окей, давайте начнем с первого слайда, который вы видите здесь. Если вы представляете, что сегодняшний класс как культурное место, это же самое, как 100 лет назад. Если мы бросим взгляд на школу, на образование, то следует отметить, что практически ничего не изменилось за 100 лет. Я имею в виду структуру, то есть само здание. Окей, здесь есть учебник, который присоединяется к студентам. Деск и аренжирует школьники. Это, по-старому, значит, стол и стул преподавателя, обращенные к аккуратно выстроенным рядам парт, за которыми сидят школьники. И такая пространственная модель предполагает только монолог, когда педагог, учитель передает знания. Это модель индустриального общества, иерархическая модель, где особо ценится порядок, дисциплина. Конечно же, ситуация в образовании меняется, и мы уже живем не только в индустриальном обществе. Мы говорим не только в индустрии, но и в индустрии информации, но и в индустрии информации. Это пространственное учебное общество, Викотского. Значит, обмен информацией, если раньше это было только изнутри вовнутрь, то сегодня модель извне. Это строится на теории Викотского. И вот такая модель жестко структурированная, она с нашей точки зрения и приводит к неудачам в образовательном процессе. Потому что мы рассматриваем учителя и классное пространство как третьего учителя, как третьего педагога. Мы переходим к новой модели образовательного процесса как культурного пространства, культурной модели. Мы перемещаемся от индустриального общества к обществу знаний. Эта модель предполагает свободу действий учащегося и активное вовлечение учащихся в процесс. В центре процесса обучения, конечно же, находится учащийся студент с самого раннего возраста. Потому что мир меняется, мир становится другим. И это заставляет нас рассматривать новые возможности обучающихся. Психологические исследования последних лет активно показывают, что интеллектуальный процесс, процесс обучения, зависит от физических навыков, от воплеченности самого обучаемого в процесс. Из образования, как я сейчас с вами, можно стимулировать визуальные и вербальные процессы. При этом эмоциональные аспекты не стимулируются. Мы должны принимать во внимание эмоциональную составляющую процесса учения. Мы должны обращать внимание не только на какие-то такие моменты в учебном процессе, а прежде всего на эмоциональную составляющую, на эмоциональную сторону учащихся. Дальше. Дальше. Нет. Обращайтесь. Вот. Вот. Вот это. Новая модель предполагает, что в центре внимания уже находится не сам педагог, а новый подход предполагает, значит, участие самих учащихся, конструирование со стороны учащихся и междисциплинарное обучение. Основным элементом становится сотрудничество самих учащихся. И этот процесс включает в себя пять аспектов. Первое – это моделирование, когда педагог дает пример и становится моделем и показывает, как должно выполняться то или иное действие. Второе – это построение, когда предоставляются необходимые материалы и пути к решению. Мы предоставляем материалы, то есть педагог предоставляет материалы, а учащийся выстраивает тот же самый процесс. И тогда – коучинг. Коучинг. И в котором они повторяются, чтобы выработать умения. И затем – постепенное угасание роли учителя. Когда учитель оставляет все больше и больше пространства и места для самих учащихся, для того, чтобы они сами выстраивали процесс. Такой подход, конечно же, меняет саму среду класса. И above all the inertia and cognitive inactivity. И таким образом преодолевается инерция и, ну, если можно так сказать, неучастие. Потому что дети в основном гиперактивны. Очень сильно активны. И структура очень пассивная. Поскольку в своей природе ученики очень активны, гиперактивны, то старая модель не позволяет им развиваться. Мы переходим к такому понятию, как конструктивизм, когда учебный процесс… Это часть учебного процесса, структура, оборудование, строительство. Когда среда, классная аудитория становится своего рода моделем. Каким образом конструктивизм, контент, физические элементы, объективы, модели и критерия must be integrated in the current way of education. The content, physical elements, objectives, modalities, the way approaching attitude, all of them with the evaluation criteria. I mean, even the students can evaluate themselves. Это все те элементы, которые сами обучающиеся могут менять. Дальше. Okay. If you remember Glasser, an American professor, in 1986, was defining the theory in the classroom. Glasser has demonstrated that I was going to get out of the field. I need to get out of the field, and you know, I hope I am a newbie to have this. Продолжение следует...